Здравствуйте, меня зовут Илья Остоков. Мы начинаем, друзья мои. Для начала немного статистики. Сегодня она страшна. За январь от гололёда пострадало 1250 петербуржцев. С начала февраля ещё 251. Как видите, общая численность людей, сломавших руки, ноги, получивших травмы, в общем, вполне сопоставима с потерями, ну, в какой-нибудь не очень большой горячей точке. Если ощущает ли петербуржцы, что вопреки собственному желанию, внезапно оказались на линии огня, мы спросили у них самих. Послушаем, что они ответили. Уборка, так, скажем, не очень хорошая. Ну, средний уровень какой. То убирает, то не убирает. Не справляется, наверное. Как наказывать? Ну, премии лишать, например. Что ещё можно? Как наказать? Ну, уволить не уволишь, поскольку работа такая не очень-то, знаете, перспективная и оплачиваемая, поэтому... Ну, а вот так материально можно, наверное. Может быть, лучше объяснять дворникам, что конкретно нужно делать, потому что очень часто посыпаются те дорожки, по которым люди не ходят, а те, по которым ходят, не посыпаются. Ступени подъездов категорически обреденелые, непосыпанные и так далее. То есть как-то, может быть, чётче ставить задачу? Виноватые, по идее, коммунальщики, конечно. То есть это их обязанность убирать улицы. Там все мы как-то иначе за это платим. Но мне кажется, что бывают такие ситуации, что, ну, невозможно всё сразу убрать. Ну, нереально. Ну, вот. Не знаю. При этом я их понимаю. И понимаю людей, которые ломают там ноги, руки. Ну, что делать? Ходить аккуратнее. Большое сердце у петербургцев. Спросим о том, насколько серьёзные травмы получают они в результате не всегда качественной работы ЖКХ у генерального директора частной клиники и, вообще говоря, врача-травматолога Артёма Юрьевича Стуканя. Коня. Это действительно так? Вот полторы тысячи жертв? Действительно так. И участились случаи обращения с переломами. Естественно, это наиболее типичные переломы. Но в любом случае человек остаётся нетрудоспособным на как минимум 2-3 недели. Поэтому это серьёзно. Ну, то есть полторы тысячи за полтора месяца, это означает, что 30 человек в день. То есть каждые, условно говоря, 15 минут рабочего времени кто-то падает, и чья-то кость ломается. Правильно я понимаю? Да, правильно. У нас есть в студии вот как раз такая жертва гололёда. Рад представить главный редактор портала «Петербург-3.0» Фёдор Александрович Гаврилов. Что с вами случилось? Шёл, упал. Плечо. Операция. Две недели в больнице. Две недели в больнице? Да, ещё. Так вы по какому-нибудь опасному участку шли? По Маховой улице. То есть самый центр города? Мимо театрального института. Как правило, этот центр есть в основном. И что, и прямо вот на ровном месте упали? Да, кусочек льда, я на него наступил, и всё, через 4 часа был в больнице. Как такое возможно поинтересуемся у исполнительного директора Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Игоревна Гуцуленко? Хороший вопрос. Наступила зима. Погодные условия ухудшились. Действительно, наверное, не хватает у нас ресурсов, сил, возможности всё убрать в тот срок, который желательно было бы. Понимаете, оно бы ничего, если, ну, допустим, вот наступила осень, да, и с небес падает влага. Ну, ну, падает, да, это не очень хорошо, но вот в таком месте мы живём. А тут речь идёт, правильно я понимаю, титановая пластинка, несколько операций, две недели на больничной койке. Причём это вот у нас один человек в студии, а всего таких по городу полторы тысячи человек. Вы знаете, люди падают и на асфальте сухом. То есть это вопрос вероятности. Ну, то есть сказать, что мы просто не справились, вы не готовы. Нет? Нет, не готовы. Хорошо. А можно ли как-то бороться с людьми, которые говорят, мы не виноваты, это просто зима, мы вообще ни при чём. То, что вы платите деньги за уборку города, ну, в общем, это... В приличном обществе об этом не говорят. Давайте просто считать, что вы нам платите. А мы ничего сделать не можем. Поинтересуйтесь нашего московского собеседника, адвоката Олега Владимировича Сухова. Есть ли какая-то управа на ЖКХ? Если мы говорим о том, что ответственность несёт управляющая компания, то есть это её территория, к ней можно предъявить требования по возмещению денежных средств, затраченных на лечение, денежных средств, которые человек не получил, будучи находясь на больничном, и моральный вред. Нет. Кроме этого, я думаю, что в обязательном порядке необходимо обращаться в жилищные инспекции, которые вправе штрафовать управляющую компанию. Штрафы, я не могу сказать, что огромные, но в принципе серьёзные. Должностные лица, это 4-5 тысяч рублей. В вашей практике случались какие-то удачные иски? Обратился человек и как-то остался доволен. Вы знаете, практики удачные много. Я не скажу, что эти вопросы, они достаточно простые, потому что там очень много всякой специфики. Ну, например, то, о чём мы с вами говорили, кто виноват. В данном случае проще всего привлечь в качестве ответчика и управляющей компанией и местные органы власти, и они сами уже должны будут подтвердить, кто из них несёт ответственность. И в зависимости от этого суд вынесет решение. Но, конечно же, проблем очень много и в связи с тем, что и доказать очень сложно бывает, что ты упал именно на этом месте, что ты пострадал именно так, потому что нужен свидетель акт и так далее. Будем уточнять, чувствую, большая тема, но чтобы в целом нам увидеть картину, поинтересуемся у главного редактора журнала «Город 812» Сергея Германовича Балуева. Вот, я не знаю, может, конечно, я, когда был совсем мальчонкой петербургским, другими вещами интересовался, но мне кажется, что всё-таки было не так. Вот все же эти громкие случаи, там, несколько лет назад Людина убила мальчика, потом она упала на голову девушке, которая навсегда осталась инвалидом. Каждые 15 минут кто-то ломает руку. Это, ну, тренд? Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, что всё примерно одинаково. Другое дело, что зимы были холоднее, да, чердаки были теплоизолированные, вот. То есть мне кажется, что вот убирают примерно одинаково, да. В советские времена может быть лучше, потому что и требований было меньше, машин меньше, да. Вот. Другое дело, что, как бы, зависимость следующая. Если власти требуют от ЖКХ, чтобы они убирали, то ЖКХ убирает. Неважно, какой формы собственности, да, ну, как у нас было. А если не требуют, например, там, в 10-м году Валентина Ивановна Матвиенко уехала в отпуск вместе со всеми своими начальниками, да. Город завалил снегом, никто ничего не убирал. Ну, а в этом году в чём вам видится прокол? Потому что, на мой взгляд, как-то вот именно в этом году вот с Ветклином сошёлся. Как-то очень много нареканий. Ну, мне кажется, их не очень много. Нет, ну, мне кажется, приехал новый вице-губернатор Албин. Да ему казалось, что вот всё как-то само здесь устроено. Потом он тоже понял, что не всё само устроено, да. Но, может быть, в следующем году он поймёт, что надо сразу вызывать там заместителей глав районов, да, кричать матом, стучать кулаком, да. Они вызовут начальников ЖКС, да, делают то же самое. И всё заработает. Даже неважно, есть деньги или нет денег. У вас, как у человека, непосредственно держащего руку на поле событий, какой-то рецепт. Вот как бы сделать так, чтобы всё заработало? Действительно, тут системный вопрос, системный. Мы с вами уже как-то встречались в этой студии и говорили о том, что плата за жилищные услуги очень давно у нас в городе не поднимается. И если говорить о том, что мы не справились, то мы не справились поэтому, потому что у нас не хватает денег. Ну, погодите, вы не справились, потому что вам мало денег. А чего же вы брались? Вот мне говорят, сделай эту работу за 100 рублей. Я говорю, ну, как бы 100 рублей мало, да, и ухожу. А если человек говорит, ну хорошо, 100 рублей мало, но я их возьму, то резонно ожидать хоть каких-то результатов. Вот не таких, как у Фёдора Александровича. Есть случаи, когда просто больше некому делать, и что делать? Так уйдите, пускай придут другие. И что, город останется на зиму без дворников вообще? Так он уже остался. Ну, если бы он уже остался, то мы бы все сейчас были в гипсе. Прокомментируете? Да, я прокомментирую с удовольствием. Там, где я упал, лежало несколько льдин. Вообще улица была уже сухая, в этот день была оттепель. И никаких денег не нужно было, чтобы около театрального института или там кого-то следующего дома эти льдины отбросить в сторону. Ну, конечно, мне не надо было наступать на этот лёд, это понятно. Но я наступил. Не нужно денег, это несколько движений лопаты. Мне кажется, что наша главная проблема общая в том, что у нас нет хозяина одного. У каждого двора, у каждого дома должен быть какой-то хозяин, который бы с хозяйской точки зрения посмотрел на этот двор, увидел эти льдины, сказал, действительно, здесь люди живут, надо убрать эти льдины, чтобы никто не упал. Это вы, нет? Вы понимаете, когда жилком сервис огромный, объединяет в себе не один квартал, а там зачастую половину района, найти одного человека, который бы отвечал за этот дом, всегда очень сложно. А можно я расступлюсь за... Я в этом плане защищаю частные компании, у которых несколько домов в один квартал. Я сама живу в таком доме, в небольшой компании, и я знаю своего домоправа в лицо, у меня каждое утро упирают двор, у меня нет к ним претензий, понимаете? Может быть, если бы я был исполнительным директором ассоциации с вашим названием, у меня бы тоже во дворе не было проблем, но я нет, и Фёдор нет, может быть, поэтому у него и рука сломана? Можно я-то за Татьяну Игоревну заступлюсь? За этот месяц, что я поломался, я был в четырёх медицинских учреждениях. Из них два казённых, два частных. Прекрасные врачи, деятельное сострадание, всё нормально, лечат. Но одна общая черта. Все подходы к этим местам покрыты гладким, толстым слоем льда. То есть вот эта больница огромная, в которой я лежал, это что-то страшное. Там архитектор в 80-е годы сделал такой пандус роскошный, на который, наверное, надо было заезжать. Он абсолютно гладкий, тысячи людей ползут, и ни капли песка. Вчера я приехал в частную клинику, где, казалось бы, всё должно быть. Там милейшие люди, они помогают раздеться. Я открываю дверь такси, и это лёд. Вопрос, это же не дворники, это не ЖКХ, это... Что мешает врачам привести в порядок на собственную территорию? Давайте спросим у врача, а что мешает вам привести в порядок на собственную территорию? Врачам? Ну, частная, собственно, если частная форма управления, то, естественно, это задача управляющего, организовать нормальные подъезды к клинике, да, в том числе. Естественно, это отсутствие хозяина, я бы вот про хозяина поддержал бы речь, отсутствие хозяева в головах у самих людей. Правильно ли я понимаю вашу точку зрения, что сами виноваты? Нет, нет, неправильная точка зрения, сами виноваты. Я считаю, что мы сами хозяева своей жизни. Это раз. Второе, если мы проходим мимо упавшего человека и идём дальше, а человеку... Никто не проходит. На самом деле, вот, в низах солидарность сильна. Сколько просто нет. То есть, сколько я видел людей, падающих на улице, к ним сразу бежали все остальные. Вопрос, вот, то, о чём говорил Сергей Германович, да? То есть, Сергей Германович не видит проблемы. Я вижу. То есть, мне всё-таки кажется, что вот 30-сантиметровый слой какой-то вечной мерзлоты, лежащий на улицах Петербурга, это позор города. И так не было. То есть, как минимум, какой-то песочек там с солью хоть иногда появлялся, а сейчас, ну, вот долгое время вообще не существовало. Потому что, ещё раз повторюсь, полторы тысячи сломанных людей, да, там, за полтора месяца, это потери во время боевых действий. Я сталкиваюсь с тем, что в большей части населения, которое падает, которое ломает руки, ноги, не оказывается помощь проходящими. Почему так, друзья мои, с вашего позволения? Сейчас мы прервёмся, постараемся чуть-чуть проанализировать эту ситуацию, потом вернёмся с этого же места, продолжим дальше. Мы возвращаемся в этот проект «Что делать?» Меня зовут Илья Остоков. Сегодня мы говорим о том, что за последние полтора месяца в Петербурге полторы тысячи горожан сломали себе руки, ноги, рёбра за счёт того, что, ну, как бы возникают некоторые вопросы к тому, как у нас реформируется ЖКХ. И сразу спросим у Татьяны Игоревны Гуцуленко, исполнительного директора Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере, так, ну, а чего не хватает? Вы что, денег мало? Вы сейчас говорите о проезжей части или о домах? Я сейчас говорю о руке Фёдора Александровича, и ещё приблизительно полутора тысячах рук и ног сломано. Мне кажется, опять-таки риторический вопрос. Сегодня мы обсуждаем с вами, что делать, что делать, что делать. Нет, ну, погодите. Ну, вот, как бы, я не могу следить за всем в городе. Мне хочется многого. Мне хочется, чтобы в Эрмитаже были хорошие выставки, чтобы мы были защищены от каких-то военных угроз, чтобы землетрясений не было. И в том числе, может быть, там на сто первой строчке. Мне не хочется упасть на улицу, да, и полтора месяца провести с какой-нибудь аппаратом Елизарова в больнице. Вот этого мне вообще не хочется. Ни себе, ни близким, да. И мне кажется, что вот человек, который ответственный за то, чтобы я там не оказался, это вы. И вот, как бы мне так сделать? Ну, хорошо, вы говорите, нам вот много чего не хватает. А чего не хватает? Давайте предметно поговорим. Я согласна с вами, что это вопрос системы, что мы, как люди, которые платим налоги, хотим, чтобы государство обеспечило нашу безопасность, в том числе и здоровье. Не то, что налоги плачу. Налоги, я, разумеется, плачу. Но я плачу в том числе, конкретно. Вот у меня в квитанции есть строчка «дворник», да. Я за это плачу. И я хочу, чтобы этот дворник выполнял свою работу. Как бы так сделать, чтобы он выполнял? Я считаю, что дворники, которые находятся в штате управляющих организаций, допросовестно выполняют свою работу. Поэтому мне сами трудно. Спрошу у нашего московского собеседника. Олег Владимирович, по-другому поставлю вопрос. Вот если, допустим, полторы тысячи горожан вчинят иски этим людям, по вине которых они приземлились на больничной койке, можно ли ожидать, что все-таки вот эти громадные финансовые убытки, которые понесут управляющие и эксплуатационные организации, заставят, ну, хоть как-то ситуацию сдвинуться в мертвой тачке? Вы знаете, ну, этого исключать нельзя. Хотя я не думаю, что именно это, может, должно подстегнуть управляющей компанией. Тем более, как вот я понял из нашей беседы, у нас представитель сейчас от одной какой-то огромной компании, которая не может на местах организовать работу. То есть ей сложно одновременно... Я задаю вопрос и не получаю ответа. У меня впечатление, что я как бы разговариваю со стеной. То есть я говорю, люди ломают руки. Мне отвечают, нет, все нормально, дворники работают. Я говорю, люди приземляются на больничных койках. Мне говорят, нет, за такие деньги ничего другого вы не можете получить. Если этих людей наказать рублем, вот на ваш взгляд, изменится ситуация? Я вот три момента отмечу, очень интересно, на мой взгляд. Первое. Должна измениться, я надеюсь, что изменится. Это раз. Второе. Если компания не может нормально работать, потому что у нее большой объем работы, это плохая компания. Не надо зажираться, беря на себя такую ответственность, а потом говорить, вы знаете, у нас слишком много ответственности, много работы, мы не можем с этим справиться. И третье. Очень интересный пример, характерный. У нас несколько лет назад чиновники Москвы, очень многие, были уволены в сфере ЖКХ. Так вот, я знаю лично, например, некоторых главуправ, которые каждый день на работу и с работы ходят пешком, смотрят, что из себя представляет их улица, и не дай бог они увидят что-то не так. Они лично вызывают к себе любых виновных, в части должностных лиц управляющих компаний. Они знают все управляющие компании, всех ответственных. Вот прям в лицо и по фамилии. И сейчас порядок в Москве, вы не поверите, идеальный. Сергей Гердевич? Слушайте, ну вот, в том же все просто, да, вот абсолютно. Есть нормативы по уборке снега и льда, да, что на проезжей части, что на тротуарах, да, там все написано. Можно говорить, что они дурацкие, тем не менее. Там, если это покрытие асфальтовое, надо скрести до асфальта, да. Если снег пошел, там, через час должны убрать, там, валы сформировать, траля-ля. Вот, если это опасное место, как вот с Федором, да, то ответственность несет. Это ужасно, это одно из самых опасных мест в нашем городе, театральный институт. Ответственность несет эксплуатирующая организация. То есть вот все прописано, да. То есть надо соблюдать эти нормы. То есть кто может требовать соблюдения этих норм? Или общество, в лице, там, индивидуумов, да, или каких-нибудь организаций. Ну вот я требую, но что-то у меня... Да, или власти. Требу не мои. Или власти. Поскольку общество, в общем, достаточно аморфно, да, и там вот не очень много исков подают, и сложно это, да, то, значит, это должны функцию взять на себя городские власти, да. Они это сделать могут, да. Но это они должны сами к себе подавать. Почему нет? Ну, конечно, право управляющие компании. Ну-ка, вертикаль у нас такая, да. Вот. Я таксвят. Да, они все подчиняют. И вот интересный разговор. И? И как же этого добиться? Как? Ну, власти должны этого захотеть. И все. То есть больше ничего не надо, да, на самом деле. А что-то не хотят? Ну, власти дурацкие нет. Хорошо. Катят не могут, может быть, так. Я считаю, прокуратура, да, рассмотрела там два двора, да, в центральном районе, нашла в обоих нарушения. Вынесла представление, значит, с эксплуатурщим организациям. Я уверен, что если она проверила 25 дворов, она подала бы 25 этих представлений, да? Ну, а вот сколько у нас там порядка 160 тысяч дворов, то, в общем, эту цифру можно продолжать. То есть если воспринимать эту ситуацию как ненормальную, да, то ее можно, как сказать... Разрешить. Разрешить. Конечно, тогда вот уважаемая представитель жилком организации будет говорить, что денег не хватает. У нас тогда уже не хватает денег на уборку и так далее. Ну, это следующий вопрос, да? Так я выводы не понял. Да, действительно, власть должна навести порядок. Но мы говорим о ситуации, когда власть не навела порядок. Илья, я вот хочу сказать, что трудно поверить, все-таки мы все тут не самые юные люди, да, вдруг власть начнет с себя что-то требовать. С какой стати она будет? Да не с себя же, а с своих подчиненных. Это вот самое важное. Ну, слушайте, это одна и какая-то... Не кажется, опять же, берутся к хозяину, хозяина... Ну, давайте, как вежливый петербургцы, дадим слово представителю города, в котором, в отличие от нас, все в порядке. Прошу вас, Олег Владимирович. Да, спасибо большое. Я хотел на что обратить внимание, что не вариант абсолютно, на мой взгляд, абсолютно утопия, возложить обязанности, представление интересов пострадавших на государство, ни к чему это не приведет, примеров таких огромных количеств. Но, один момент, мне кажется, очень важный, и касается он не только этой сферы, а вообще всей сферы судопроизводства. Это надлежащее возмещение расходов на суд, на адвоката. В чем проблема данного вопроса? В том, что человек пострадал, он обратится к адвокату, он заплатит большую сумму денег, а в итоге та компенсация, которую он получит, она будет либо такой же, сколько он заплатил адвокату, либо даже, может быть, меньше, или чуть больше. И те расходы, которые он понес, именно связанные с судом, они достаточно высоки, и они судами не возмещаются в полном объеме. Это очень многих останавливает... Вот этот интересный поворот, я уточню, Олег Владимирович. Вот в Петербурге, несколько лет тому назад, во время сбрасывания, такое петербургское слово, сосулей с крыши, одна из этих сосулей приземлилась на голову горожанке. Она очень здорово пострадала. Был суд, довольно громкий. Виновным, значит, присудили выплатить довольно большую компенсацию. Они выплатили, и на этом приостановили свою работу. Почему? Потому что они, в общем, эти деньги, которые выплатили пострадавшим, как я понимаю, собрали из жильцов. То есть они управляющая компания, которая живет на деньги, которые мы сдаем по квитанции, да, они эти деньги получили, за свой косяк расплатились, а мы дальше никаких услуг не получаем. Все деньги ушли туда, пострадавшие. То есть вы говорите, что хорошо бы наказывать эти управляющие компании рублем, но тут, понимаете, крайним окажусь все равно я, потому что они будут все воплачивать. Федор Александровичу, может быть, я не знаю, там, протез руки купят, да, но за мой счет. Вот я буду за это платить. Как бы вот этого-то избежать? Вы знаете, это немножко другая проблема, да, мы рассмотрим две их. Первое, это почему люди обращаются мало, потому что они вынуждены оказываются в ситуации, что они не получают, на самом деле, того возмещения, которое могли бы получить. То есть они должны много расходовать. Это очень большой минус. Вот давайте пострадавшего выслушаем, а почему люди не обращаются? Вот вы почему не обратились сюда? Потому что ты идешь, да, как я, я шел на ужин в хорошее место, да, ты летишь, оп, и ты как червь, значит, на грязном асфальте возишься, у тебя все отекает, мокрая штанина. Тут же надо сразу начинать фиксировать, да, телефоны свидетелей, номер дома, этот самый лед, у тебя нет на это ни тех, ни сил, ни средств, так сказать, начинается стресс, да. Через 4 часа ты в больнице, лед этот уже унесло ветром. И люди разбежали. И люди разбежали. То есть какой способ есть зафиксировать это происшествие? А скажите нам, пожалуйста, а какой способ есть? Вот люди, которых вы, как врач-травматолог. Оценка судебной медицинской экспертизы, если это вызов скорой, соответственно, это адрес. Откуда был осуществлен забор пациента и доставлено в медицинское учреждение. Другое дело, что я согласен, что они все могут... Это стресс, конечно, я упал, я растерян, я не знаю, что делать. Все действия для того, чтобы потом адвокату предоставить все необходимые документы. То есть какого-то пора... Надо ездить с охраной. То есть если ты упал, то твоя охрана... В общем, застрахованы от ситуации, что им понадобится все это. Я думаю, что секрет очень легко открывается. Должна быть контролирующая инстанция в лице нас, горожан. Как справедливо сказал главный редактор журнала «Город 812», горожане аморфные. Так нет, опять же, здесь необходимо двойное действие. С одной стороны, естественно, это прецедент со стороны юриспруденции, что участились случаи обращения. Второй момент, это жалобы горожан, которые, ну, вот есть у вас, заметили, что возле лечебного учреждения и гололед. Ну, пришли и написали жалобу в жалобную книгу, либо в жалобу в администрацию района. Я, условно, я не юрист, я не знаю, как это оформляется, но понимаю, что мы должны больше сигнализировать о том, что... Да, проблема есть, о ней должны звучать, не только вот эта передача, но и на более высоком роде. Спрошу все-таки у Олег Владимирович, у меня правда интересно, вот действительно, пример живой, да, вот идет человек, упал, он не ожидал, он не собирался падать, он вообще-то ужинать шел, да, и вот он грязный, растерянный, ударившийся, может быть, головой от этого немножко такой дезориентированный. Вот как мы в такой ситуации оформлять вот этот вот иск к вышестоящей какой-то инстанции? Ну, все правильно, о чем мы сейчас говорим, и я уже об этом говорил, и вы в студии, очень сложно, когда ты находишься в таком, может быть, даже полушоковом состоянии, начинать нормально все фиксировать, я не знаю, записывать, звать свидетелей, брать у них паспортные данные для того, чтобы потом с ними связаться, или номер телефона, но, тем не менее, все-таки, да, желательно, скажем так, прийти в чувство, да, если тебя поднимают люди, попросить у них номера телефонов записать, да, потом можно всю эту информацию собрать. Двух свидетелей, которые тебя подняли, будет достаточно. Безусловно, если тебя скорая помощь отвозит куда-то, будут соответствующие документы, уже этого достаточно. Все остальное адвокат сам сможет видеть. Спасибо, Олег Владимирович, попробуем, время истекает, попробуем все-таки спрогнозировать ситуацию, ну, не знаю, впереди зима 2015-2016 года. На ваш взгляд, есть вероятность того, что она будет не такой суровой, как нынешняя? 2015 года? Ну, следующая зима. Следующая, нет, я считаю, что нет никаких перспектив, поскольку отрасль ЖКХ не реформирована, или реформирована совсем чуть-чуть, то есть настолько, что испорчено даже то хорошее, что в ней когда-то было. Вот этот честный дворник, татарин, живущий за квартиру, работающий, он куда-то уже делся, да, и дальше все пошло в разнос. Поэтому я не вижу никакого перспективы улучшения, но можно я передам привет? Конечно. Да, пользуясь случаем, да, вот таких, как я, в больницах Петербурга называют рукастики, медсестры. Я вот хочу передать привет всем рукастикам Петербурга, которых действительно очень-очень много всюду, и они, в общем, мучаются. И вы тоже не верите в то, что как-то ситуация радикально улучшится? Ну, я верю, поскольку отрасль не реформирована, да, есть возможность давить на нее административно, да, то есть надо давить на власть, чтобы власть давила административно. Вот, мне кажется, что это возможно, да. Хорошо, хорошо, в этом месте остановимся, и на этом скользком льду попробуем притормозить, подвести совместными теми хоть какие-то итоги. ЖКХ у нас в стране реформирует уже лет 20, и вот что странно, ни малейших положительных результатов этих самых реформ разглядеть сегодня не получается. То есть перемены, конечно, есть, но вряд ли кто-нибудь скажет, что это перемены к лучшему. Нам обещали рынок услуг и широчайшие возможности, а получили мы те же самые унылые советские ЖЭКи, причем если в СССР на них была хоть какая-то управа, то теперь понять, кто тут за что отвечает, решительно невозможно. И что в итоге? Сосули падают с крыш, люди падают на льду, конца края этой истории не видно. Интересно, сколько еще петербургских рук и ног должно сломаться, чтобы переломить таки хребет этой ситуации? Поскольку ответ на этот вопрос мне, увы, неизвестен, то в этом месте я прощаюсь и передаю слово хронике происшествий. Пока.